Я знаю, что у многих появились уже вопросы по первой части. Сейчас мы дадим возможность их позадавать. Так, ну давайте ваши вопросы. Сколько сотрудников оптимально, чтобы работало в салоне, и как это рассчитать? Ну вот, например, на 100 квадратных метров. Вопрос сложный. Почему? Ну потому что понятно, что зависит от многих параметров. Зависит от количества покупателей, которые посещают вашу торговую точку. Это раз. Во-вторых, зависит от того, каким образом у вас происходит сам процесс обслуживания. Сейчас я поясню свои мысли. Ну давай. То есть это проблема, которая не решена на мебельном рынке практически ни у кого. Почему? Потому что всегда есть пиковые смены, когда персонала не хватает. То есть есть всегда те дни, те часы работы магазина, когда продавцов не хватает на тот поток покупателей, который приходит. И соответственно, что происходит? Все теряют продажи. С другой стороны, тут же включается следующая логика. Но мы не можем держать большее количество продавцов на этой торговой точке, потому что большая часть времени там нет у покупателей. И поэтому это невыгодно. Все, круг замкнулся, поэтому никто ничего не делает. Да, как выйти из этой ситуации? Ну, можно… Есть разные ходы. Я расскажу о тех, которые есть, и о том, которые еще никто не… Ну, почти никто не сделал, но уже попробовали и получилось. Ну, первый ход. Во-первых, решить проблему с привлечением покупателей. Об этом я уже говорил. Вот почему я говорил о компании «Мистер Дорс», чем она мне нравится. Вот сейчас все пытаются развивать продажи мебели через интернет. И у компании «Мистер Дорс» тоже есть сайт с мебелью и так далее. Но что происходит, когда люди обращаются на их сайт, к их консультантам и звонят по их телефону через сайт? Там очень четко отслеживается следующая технология работы с покупателем. Что бы ты им ни писал, что бы ты им ни сказал, они тебя всегда приглашают в ближайший магазин к твоему дому. То есть они не консультируют по телефону. Они… А зачем? Они не могут продавать через интернет. Ну, то есть они не могут принять деньги через интернет. То есть автоматически. Поэтому понятно, что чтобы рассчитать шкаф-купе, нормально, нужен дизайн. Можно, можно. Компания «Раникон» работает по-другому. У них есть интернет-отдел продаж. И он работает с покупателем, который обращается через интернет. Они рисуют дизайн-проект, высылают, там выезжает за мерчик. Это другая стратегия продаж. Но почему им нравится «Мистер Дорс»? Потому что у них она более осмысленная. У них большое количество торговых точек. Они не собираются их закрывать. Они понимают, что там не всегда есть наплыв людей. Но они также понимают, что в те часы, когда там есть народ, не хватало продавцов. Поэтому они просто создают дополнительный поток через интернет на своей торговой точке. Поэтому практически всегда на их торговых точках все дизайнеры заняты. То есть они отработали момент с привлечением покупателей. Они всех зовут. Но у них много даже по Москве торговых точек. В каждом районе ты можешь выбрать ту торговую точку, которая действительно будет достаточно близко от твоего дома находиться. Это осмысленная стратегия. Они туда зовут. Поэтому они решили именно такую проблему. Как еще можно решать эту проблему? Мы должны, собственно говоря, посмотреть, что больше мы теряем. Никто же реально не подсчитывал. Всем только кажется, что если мы выйдем дополнительно продавца, то ему нечем будет заниматься. И поэтому мы будем платить ему зарплату, он не будет денег приносить. Надо просто сосчитать, сколько денег теряется при наплыве покупателей, посетителей. А для того, чтобы это посчитать, нужно ввести статистику, которая, я думаю, у вас, наверное, не ведется. Но, может, вы меня порадуете. Какая статистика? Какое у вас количество посетителей в день? Какое количество контактов в день вы берете от покупателей? То есть их адресов, имейлов, телефонов. Количество, не знаю, дизайн-проектов, 3D и так далее. То есть, соответственно, вот эти три показателя перерастают в наработки. Какое количество наработок у вас? Соответственно, какая конверсия потом в продаже? Какая у вас конверсия в продаже? Что такое 25? То есть от какого числа? Что значит без разницы? Одно дело зашло 100 человек, другое дело я при этом взял 10 контактов. Каждый третий посетитель. Третий — это 33%. То есть из 100 посетителей сколько у вас при этом берется контактов их? Нет, сколько контактов берете? Нету. А сколько посетителей в день у вас в магазине? 15 посетителей? 15 посетителей. В день. Ну, контактов что, полтора, два? А что так мало? Больше. Ну, что такое контакт в день? Это у вас есть имя, телефон, имейл. Нет, взяли имя, телефон, имейл. То, что вы поговорили хоть всеми, это что? Но он ушел дальше. Вы его потеряли. То есть 10 имейлов, телефонов вы берете. И, соответственно, если вы говорите, у вас 25%, это у нас получается, ну, условно говоря, 4-5 продаж. Так, что ли? Это у вас поток... В какой день 15 посетителей? Средняя температура по больнице 36,6. Ну, у кого-то там загибается 40, а у кого-то 35. Ну, соответственно, для того, чтобы посчитать, сколько денег мы теряем, мы должны считать, это поток посетителей, соответственно, в минимальные смены, когда их им надо, в максимальные смены, то есть не усреднять. А вечерние часы? А вечерние часы? Ну, с утра никого нету, а вечером стали приходить на буднях. Ну, надо смотреть, да. Соответственно, вечерние часы. Нас не только выходные интересуют, вечерние часы интересуют. Потом, что такое выходной день? Воскресенье после пяти. Ну и что? Никого нет. Ну, то есть, вот, некорректно, надо еще по часам смотреть. Это для чего? Для того, чтобы мы могли посмотреть, на какое количество посетителей, да, соответственно, нам нужно какое количество... То есть от этой цифры отталкивается, не на количество продаж, а от количества посетителей, какое количество продавцов нужно. Это первый показатель. Второй показатель мы должны понимать. Ну, возможно, посчитайте, сразу поймете, чего делать. Следующий момент, который мы должны считать, хотел позже об этом заговорить, но раз уже задали вопрос. Мы должны понимать. А вот, вот смотрите, у нас есть разные этапы работы с покупателем. Есть установление контакта, а есть, когда он выбирает товар, ну, возможно, мы ему рисуем дизайн-проект. Вот, нужно ли для этих этапов продаж продавцы одинаковые квалификации? Ну, понятно, а все равно сказать добрый день, заходите, у нас сегодня акция, и проконсультировать по тканям, по механизму. Нужна одинаковая квалификация или разная? Ну, разная квалификация. Соответственно, надо ли иметь в магазине своем продавцов одинаковые квалификации, чтобы все знали все? Ну, принято, что все так всех и имеют. Но на самом деле, собственно говоря, если мы будем иметь в магазине людей разные квалификации, соответственно, программы обучения для них будут разные. То есть, условно говоря, человек, который будет говорить добрый день, заходите, у нас акция, мы сами производители, ну и так далее, отрабатывает вброс информации и передает следующему по этапу, за сколько можно научить вот эти фразы говорить? Часов, дней, недели. Двухчасовых. Ну, там что-то еще, конечно, надо первично. Я к чему это говорю? Я к тому, что можно иметь людей на неполный рабочий день, студентов, промоутеров на подработке, которых мы будем выводить в пиковые часы, которые будут решать задачу, не дать заскучать покупателю, который ходит по торговой точке, и ему не может уделить внимание основной продавец. Этим людям не надо платить большие деньги. Они, в принципе, не будут требовать больших денег, потому что всегда есть люди, которые, как студенты, хотят на подработку выходить. А вы решаете сразу много задач. Вы не держите постоянный персонал в большом количестве на торговых точках, а вы возите его в нужное время, в нужном месте. Если у вас, тем более, по сети приходятся нагрузки в будние дни, в вечерние, в разные дни недели, так у вас одни и те же люди будут просто ездить в разные районы города. То есть и не надо увеличивать штат. Вот это никто практически не... Ну, среди мебельщиков я не знаю, кто так еще делает. Но это не значит, что это не работает. Это работает, потому что хотя бы вот та же компания, которая приводила пример нашей мебели, она на своей торговой точке так уже сделала, на нескольких, когда у них есть люди, которые устанавливают первичные контакты, и дальше есть дизайнер по кухням, которым рисует дизайн-проект. После того, как он нарисовал, рассчитал, убедил покупателя, начинается какая нудная, длинная работа. Ну, оформление договора, перебивка спецификации, надо ли, чтобы квалифицированный человек, который умеет продавать, вместо того, чтобы работать со следующим покупателем, занимался этим бумагоморательством? Нет, соответственно, этим бумагоморательством начинает заниматься вот тот промоутер, первичный контактер, который поболтал немножко с покупателем, дальше он оформляет бумаги, а этот уже работает со следующим покупателем и оказывает квалифицированную ему консультацию. Все, и, соответственно, зарплата у них разная. Фонд оплаты труды в целом не вырастает в два раза, не линейный рост, а другой рост. Ну и вообще, в принципе, мы понимаем, что необязательно их иметь на постоянный рабочий день. Далее, те люди, которые из таких вот контактеров захотят расти профессионально дальше, мы их будем развивать, мешать не будем. Для этого, я буду говорить, есть система обучения, они будут обучать, изучать следующие блоки, но это не потому, что мы им будем это навязывать. А есть те люди, которые действительно будут приходить только на подработку. А вот те, кто хочет, тем им мы предложим, пожалуйста, карьерный рост, большую зарплату, но ты должен пройти это обучение, сдать аттестацию, получить зачет, стать продавцом уже другой категории, потом дойти до продавца-дизайнера, и вот у тебя будут некие такие помощники, которые тебе будут помогать продавать. И вот это нормальный технологичный процесс работы тогда у нас возникает с покупателем. Но сегодня в опте я буду приводить свои примеры на тему разделения людей по квалификации и по этапам работы с клиентами. Если вы меня спросите, почему так никто не делает, так у нас вообще никто ничего не делает, как надо по уму, поэтому на этот вопрос я не могу дать вам нормальный ответ. Потому что рынок рос, потому что все работало и так, и все было хорошо, и всех все устраивало. Да и сейчас по большой части всех все устраивает. Все плачутся, но всех в глобальном смысле всех все устраивает. Поэтому пока что мало что меняется. Потом я приводил пример опять же той же «Многая мебель». Она так решила проблему с привлечением по покупателям. Она, пожалуйста, у нее есть, она выводит 8 человек. «Лазурит» — она решила проблему с привлечением по покупателям. Все равно у нее не всегда загружены продавцы, но она, видно, посчитала второй пункт. Поняла, что тогда, когда приходят люди, они потеряют больше денег, чем когда просто у них продавцов больше, чем нужно на данный момент, когда покупателей нет. Просчитали экономически и, соответственно, поняли, что им надо их больше иметь. К тому же, не забывайте о том, что когда нет покупателей, ну что значит нету? Это может быть же не быть у вас, а в торговом центре они есть. Рядом они ходят с магазином. Почему бы не пойти и не пораздавать листовки? То есть есть чем заниматься. Почему бы не начать прозванивать наработки? Почему бы не начать составлять письма клиентам с каким-то предложением посетить наш салон? То есть есть с чем работать на самом деле. Вот эти процессы, чем занять людей, пока они без покупателей находятся, это просто надо решить, организовать. И от этого вы получите дополнительный приток денег в свой магазин. Вот как раз вот Плазариал, который я уже упоминал, она вот пытается, пыталась, не знаю, будет ли сейчас это решать проблему, потому что мы с ней так идеологически спорили. То есть она и хотела, чтобы у них продавец мебели был менеджером активных продаж. То есть он не просто ждал, когда придут кто-то, а он звонил по наработкам, он работал бы с рекламой, он бы просчитывал дополнительные заказы для клиентов, которые там надолго где-то зависли, ушли. Он бы также пытался вовлечь людей через социальные сети и так далее. То есть другая профессия. Вот, кстати говоря, Мерседесы, автомобиль премиум-класса в Германии продается активными продажами. То есть там продавцы в салонах имеют распределение по дням недели, и они обходят свою территорию, заходят в стоматологию, в бизнес-центр и так далее, и приглашают там людей на тест-драйв. А это автомобиль премиум-класса. И, знаете, не западло. И когда приехал немец, я просто обучал один из салонов Мерседеса в Петербурге, и об этом рассказывал, ох, как напугались наши менеджеры в автомобильных салонах. Ох, как им это не хотелось. А как раз тренинг был посвящен, и потом мы их обучали технологии холодных звонков по телефону. Потому что был 2009 год, и продажи у всех упали, и в том числе и у них. Это потом у них в 2011-м все стало опять в шоколаде. Вот таким образом. Поэтому активные продажи. Но опять же, в чем я спорно сплазрял, только в одном моменте. Активные продажи нужны, но можно подойти тем, что мы берем одного и того человека, учим опять делать все, в том числе и холодные звонки с торговой точки. А мы можем по-другому пойти, разделить квалификацию людей и понять, кто у нас будет звонить, а кто будет обслуживать, кто будет встречать покупателя, а кто его дожимать до сделки. То есть два разных подхода. На мой взгляд, экономически более целесамвразен второй, но в некоторых случаях имеет право и место быть и первым. Надо просто просчитать все эти моменты. Но они решаются. И решаются достаточно просто. По сути дела, что нужно вам сделать, даже в пределах своего магазина это можно сделать. Все равно, понимаете, сейчас мы будем говорить о стандартах. В чем сложность внедрения стандартов в торговую сеть, в розницу? Потому что никому это не нужно. Все понимают, с одной стороны, что от этого будет хорошо, но никто не хочет для этого ничего делать, потому что вот так у всех есть своя работа. А для того, чтобы внедрять стандарты, нужно этому уделять внимание. И все даже подсознательно будут этому сопротивляться. Я даже на эту тему покажу вам сейчас ролик. Как это будет происходить? Это происходит во всех фирмах. Там, где начинает руководство целенаправленно и достаточно жестко внедрять стандарты, потому что понимает все компании, опять же, там, Ларникон, Лазурит, Фабрика Мария, Сакура, Лекстайл, Эльба Мебель. Все, кто внедрили стандарты, у них эффект по продажам был. Продажи выросли. У некоторых, у кого мы внедряли стандарты летом, даже летом продажи росли, то есть вне сезона. Компания «Лучшая мебель» вот эта Тюмень, у нее в июне продажи составили больше, чем в декабре, в мебельный сезон. Понимаете? Но что будет происходить? Текучка персонала примерно 30% в этот период. Вот к этому надо быть готовым. Может быть, будет меньше, но, как правило, это та статистика, которую показывают большинство компаний. Соответственно, чтобы подготовиться к этому, надо заранее набрать больше персонала, чем он сейчас нужен на торговых точках. Потому что, во-первых, будет конкуренция. Во-вторых, всегда на смену могут прийти лучшие люди, чем до сих пор работали. Вот почему рекрутинг в компаниях должен проводиться постоянно. Не только потому, что вот у нас все заполнили, все торговые точки, ну и успокоились. Все, никого больше не набираем. Ждем, когда опять кто-то там заболеет, уволится, там еще что-то случится. Это неправильный подход. Ведь все вы понимаете прекрасно, что есть в ваших магазинах продавцы, которые хреново продают. Почему вы их не меняете? А потому что не ведется рекрутинг постоянно в компании. То есть вам никого не присылают. Вам не с кем сравнивать еще. Вот если бы к вам периодически в месяц кого-то там, раз в квартал хотя бы нового человека присылали на обучение, стажировку, на посмотреть, то, во-первых, все другие бы смотрели на это настороженно, уже бы появлялась конкуренция. А во-вторых, действительно может прийти та звезда, которая начнет делать много продаж. Вот поэтому подбор персонала – это постоянный процесс. Надо все время подбирать персонал, все время отсматривать рынок и создавать в том числе и кадровый резерв. И сейчас мы не можем это сделать. Поэтому этим надо заниматься постоянно. Ну что, давайте, а то я вас так запугал, а ролик покажусь смешной. Правда, после него, может, опять еще больше запугаетесь. Я ж не знаю. Осторожно, зыбучие пески. Ага, сейчас сделаю погромче. Стадия первая. Отрицание. Осторожно, зыбучие пески. А-а-а. Стадия первая. Отрицание. Да подумаешь, это же, небось, и не зыбучие пески. Сегодня вечером боржом с друзьями. Стадия вторая. Гнев. Ну, просто зыбучие пески. Идиотские зыбучие пески. Идиотские джунгли. Вот бы цапнуть кого-нибудь за морду. Дед. 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 Ед. Идиотские джунгли. Блядь. Стадия третья. Торг. Ты слышишь меня, господи? Это я. Жираф. Слушай, если ты поможешь мне с зыбучими песками, обещаю, честное слово, я больше не буду отливать на более низкорослые создания твои. Договорились? Стадия четвертая. Депрессия. Стадия пятая. Принятие. Знаете что? Я уже не против. Наверняка на небесах полно нежной листвы, и у каждого есть личный автомат с газировкой. Да. Сладкая смерть. Я весь твой. Я жду твоих любящих объятий. А? Что? Походу дно. Блин. Ну вот это стадия принятия изменений в компании. То есть сначала все будут против. Сначала все скажут, а, фигня, какие стандарты? Нет, знаете, как бывает? Приходит руководитель и говорит, у нас теперь будут стандарты продаж, все будут здороваться, улыбаться, подходить, говорить, просто информацию. Значит, сначала будут все говорить, пришел руководитель и говорит, все, внедряем стандарты, вброс информации, улыбаемся, подходим, вот как учили на тренинге и так далее. Все говорят, ага, через неделю. Ну чего? Ничего не происходит. Следующая стадия. Все, если не будешь так делать, будем штрафовать. А что, я плохой продавец? Я что, плохо продавал? Вот чего ты ко мне клеишься? Значит, будет такая стадия сначала как раз отрицания. Потом будет гнев, это однозначно. Будет ругаться, устраивать саботажи, созваниваться с другими продавцами, спрашивать, а что у них? А как еще? Потом начнется торг, а вот вы меня убейте, а я уйду, я с вами работать не буду. Или давай так, давай так, давай дождемся до конца месяца, я тебе покажу результаты, вот я сделаю план, и ты тогда от меня отстанешь. Значит, я и так могу продавать, и мне никакие стандарты не нужны. Торг будет обязательно. Вот, потом будет депрессия. Вот, кстати говоря, на первом этапе отрицания и на стадии депрессии, как правило, персоналы уходят. Ну, все, деваться некуда, надо что-то делать. Поэтому либо надо уже уходить из компании, либо придется выполнять стандарты. Ну, и потом уже полное смирение, понимание, ну да. А дальше люди, видишь, увидят результаты, в том числе и в своих продажах, что они стали лучше, и они стали зарабатывать больше. Это тоже может быть. Но очень часто компания, которая начинает внедрять стандарты, она утыкается в первые две стадии. Она встречает вот это активное сопротивление персонала, и все. Компания Сакура рассказывала, недавно мы проводили в Москве семинар по внедрению. В какие-то моменты всему руководству приходилось выходить на торговые точки. У них не было продавцов. Разбежались. А они как раз не предусмотрели вариант того, что многие уйдут, и не начали заранее подбирать персонал. Поэтому все учредители, все выходили на торговые точки. Все, весь топ-менеджмент, все выходили на торговые точки. Но плюс 50% к продажам за лето. Вот и все. Поэтому, да, уходит, но плюс 50%. Этот момент очень важен, вы должны понимать. То есть любая технология продаж, она первична по отношению к тем людям, которые работают. То есть любая технология позволяет нам, даже при среднеквалифицированном персонале, получать лучшие результаты. Ну что ж, давайте про стандарты. Какие обязательные стандарты нужно иметь? Начнем с простых. Ну почему на оформление рабочего места на экспозиции? Ну мы проводим около тысячи акций тайных покупателей ежегодно по всей стране. Но чего только не лежит на столах продавцов. Ну вы знаете, что вам рассказывать. Грязные кружки, смятые бумажки после недоеденного обеда, завтрака, ужина. Что лежит в ящиках на экспозиции, когда ты выдвигаешь их. Ну пришел покупатель, да, смотрит кухню или шкаф открывает. Ну хорошо, что еще не скелеты, но многое можно узнать об интимной жизни людей, находящихся на этой торговой точке. Стандартное установление контакта. О нем я поговорю подробнее. Стандартное информирование клиента. То есть какую минимально необходимую информацию должен получить клиент о вашей компании, о вашем товаре. Это готовые фразы надо прописать вам. Вот что обязаны мы сказать про свою торговую точку. Про нас как производителей. Или про нас как про дилеров. Или про нашу, да. Потому что продавцы в большинстве своем хорошо отрабатывают презентацию товара, но, как правило, они ничего не говорят о компании. Чем это плохо? Ну потому что тогда мы оттыкаемся на возражение, я видел похожую мебель в другом месте, только дешевле. То есть получается похожее предложение в другом месте дешевле, тогда зачем покупать здесь? Потому что ничего не услышали о компании, которая это делает. Соответственно, не получили подтверждения, здесь лучше обслужат, здесь более надежно, больше гарантируем качество и так далее, лучший сервис. Вот этого не слышат. Вот это узкие места. Эти узкие места, где происходит недополучение информации. Значит, что происходит? Особенно это проблема опытных продавцов. Вот мне только что у нас здесь есть представитель в Екатеринбурге, Лариса Черника. Вот на нее посмотрите, может быть, с ней будете контактировать. Она вот только что мне рассказала в перерыве о том, что она зашла на одну из ваших торговых точек, вот на днях буквально. И там при демонстрации кровати покупателю, когда он отогнул матрас, а там ортопедическая решетка, ну, ламели лежат, он спрашивает, это что продавца? Тот в городе отвечает, это ортопед. Это в вашем магазине было. Где? В каком-то плотиннике. Ортопед там. Покупатель на него посмотрел, быстренько загнул матрас обратно, и уж ортопед. Я не знаю, возможно, это сленг такой. Это сленг. Но мне, понимаете, у меня цикл покупки раз в пять лет, а то и десять кроватей. И вообще еще у меня кровати дома нет, я на диване сплю. То есть я не знаю, когда я ее куплю. Но я к тому, что да, а это сленг, он вот все. И человек был в шоке, он не понял, что делать. Потом еще постоял с женой, там поговорил около этой кровати, продавец его утащил в более дорогую, там стоял за 14 тысяч, куда-то там за 20 пошел показывать, ну и вообще их запутал окончательно. Так вот, это говорит о том, что проблема в чем и продавцов, особенно опытных, она не так часто употребляет одни и те же фразы, рассказы, презентации, что им кажется, что и все так все знают. То есть поэтому, когда человек стоит у кухни или у стенки, он слышит фразу «это МДФ». И после этого длительная пауза продавца. То есть он, наверное, так сказал, что это МДФ, что я должен был тут же сказать «плачу, беру все». То же самое, как то же самое можно сказать «это массив». И что? А что дает? Помните, не хватает формулы, а что это дает? Да и вообще, собственно говоря, непонятно. У многих к массиву, например, разные отношения. Массив дорогой, массив капризный, его ведет, там трескается и так далее. А у кого-то хорошее отношение, престижно, здорово, экологично. Но мы же не знаем, поэтому когда мы подходим и говорим такие фразы. И что в результате получается? Продавцы говорят не более 50% информации, а той, которую нужно услышать покупателю для того, чтобы принять решение. Ну, потому что они считают, что и так все все знают. Почему надо прописывать стандарты? В том числе, а сколько всего знает хороший продавец? О материалах, комплектующих, мебели, ассортименте. Но, как правило, по нашей статистике, мы правом аттестации на знание ассортимента не более 50%. В результате, говорит, мало знает, не больше 50%. И еще из того, что мало знает, говорит, не более 50%. Мы получаем, что покупатель в итоге получает не более 25% информации из той, что ему нужна для принятия решения. А после этого вступает закон о коммуникации, по которому считается, что человек в состоянии из информации услышать не более 24%. А после этого, после того, как он услышал 24% информации, он услышал, но не обязательно запомнил мало, а он интерпретировал по-своему. Ну, то есть ему сказали массив, он подумал, блин, дорого, надо уходить. Например, интерпретировался по-своему. После этого он заходит к вашему конкуренту, тот ему еще что-то наговорил. В результате он приходит домой. Женщина по дороге домой зашла еще в магазин, купила продукты, приходит домой. Муж говорит, ну что, как там диван? Да вроде ничего, а сколько стоит? 80 тысяч. Ты что, с ума сошла? Что за диван-то такой? Что он сделал? Ну, он такой симпатичный. Он говорит, ну ты и дура. Так и знал, что тебе посылать никуда не надо. Ну, потому что нечего рассказать. Потому что не рассказали важные вещи для того, чтобы можно было их легко произнести. То есть какую задачу надо решать в продажах мебели, так как это длительные продажи. Мы должны говорить информацию так, чтобы человек был в состоянии ее воспроизвести тому, с кем он пойдет советоваться. А он, как правило, всегда идет советоваться. Особенно при продаже, при покупке кухни, шкафу в купе, да и гостиных, в принципе. В редком случае человек ни с кем не советуется при покупке мебели. Обычно советуется. Значит, он должен воспроизвести так эту информацию, чтобы ему не сказали, что он идиот полный. Что он не туда пошел, не то выбрал, не на то смотрел. Мне рассказывал очень смешной случай продавец компании 8 марта, а у них на торговой точке, значит, Альберт Штейн, премиум класс, там диваны 200, 300, полмиллиона стоит. Говорит, и у них на этой же торговой точке светильники висели. И говорит, а я продаю с диванов, а продается у нас светильников, она ушла там на обед. И зашла женщина на торговую точку. Ну, как бы без внимания нехорошо оставлять. И, ну, пошла, говорит, к ней заговорила, поздоровала, сказала, ну, вообще, говорит, я не светильники продаю, я диваны продаю, могу больше о них рассказать. Не, говорит, мне диван не нужен. Ну, почему у нас же такие хорошие? Это был хороший продавец. Она говорит, не, говорит, мне муж запрещает покупать дорогие вещи, она говорит, что я не то выбираю. Вот, а знаете, на что она ее купила? На какую фразу? А давайте мы докажем, что вы можете выбирать хорошие вещи. Ну, и переключил ее на диван. Ну, потом будет время, расскажу окончание этой истории, оно было забавно. Они долго общались сейчас с этой покупательницей, она приходила еще туда, на торговую точку, просила вернуть деньги. А потом она пришла с шампанскими, с конфетами, сказали, он впервые в жизни мне сказал, что я сделала правильный выбор. История длилась три месяца. То есть happy end был. Но, тем не менее, я к тому, что мы должны понимать вот эти факты и, соответственно, для чего нужен стандарт на необходимое информирование, потому что без него будет произносить все, что хотят, но не то, что надо. На основании каких-то своих сложившихся представлений о голове. Вот что такое ДСП? Ну, а как сказать это так покупателю, чтобы он захотел мебель купить? Я вот... То есть вы мне предлагаете мебель из прессованной стружки. Спасибо. Спасибо, не хочу. А что такое МДФ? А что такое МДФ, хорошо? Ну вот, а как сказать покупателю, чтобы он захотел купить мебель из МДФ? Как объяснить ему этот материал, чтобы он захотел купить мебель из МДФ? Потому что если вы скажете то, что вы сейчас говорите, прессованная бумага, или некоторые говорят мелкодисперсная пыль. Мне надо это знать. Я шкаф хочу. Вот понимаете, я к чему говорю, почему вам это надо придется еще подумать, как написать? Потому что продавцы будут говорить то же самое. И вот если они будут все говорить то же самое, то продавать очень сложно. Вот фразу надо придумать заранее. Там, не знаю, собираются руководители, там продавцы, которые грамотные, и заранее прописывают эти фразы. Ну, то есть понятно, что надо употреблять слово плотное, влагоустойчивое, материал. А потом можно не обязательно объяснять, что за материал. Можно сказать, что это наиболее широко распространенный сейчас на рынке. Его используют более половины, больше чем 50% всех изделий для мебели. Потому что из него легко делать мебель любой формы. Он легко обрабатывается. Свести к этому. Но не обязательно копаться, что это плита средней плотности. В ней такие связующие, прессуются определенным образом под высоким давлением, температурой и так далее. Это для тех, кто докапывается, надо. Есть такие 15%, им надо прямо всю химию вместе с вами изучить на торговой точке. Тогда в продолжении вот для докапывающих должна быть более подробная фраза. Но для большинства людей подойдет фраза более простая для усвоения. Я это специально, например, привожу, для того, чтобы вы поняли, что нельзя сказать, прийти на торговую точку в магазин, вернуться и сказать, так, как ты говоришь о ДСП? Не, меня не устраивает, говори по-другому в следующий раз. Не скажешь по-другому, не выдумать эту фразу. Вот вы быстро не сообразили, а уж тем более. А я только что сказал. 24%. Не надо отвлекаться на соседку. Так, этот пример я проводил вчера, так как все были, не буду его приводить. Значит, стандартное установление контакта. Что здесь важно? Так как потери идут при установлении контакта, вам надо приписать, сколько вы даете время на установление контакта продавцу. Три секунды, пять секунд, десять секунд и так далее. Первую фразу, какую должен произносить? Ну, вот какое приветствие? Это будете здравствуйте, говорить добрый день или вброс информации теперь, а потом добрый день. Вот. Будет группа, которая будет говорить вброс информации, будет группа, которая все равно будет говорить добрый день, потому что они считают, что покупатель самое важное с утра услышать днем и вечером, приветствие. То есть это надо решить, это технология продаж. Как мы решали эту задачу? Очень просто. Мы входили на торговые точки и смотрели, на какие фразы лучше реагирует покупатель, в какой последовательности. Почему я говорю, что на вброс информации реагируют лучше? Ну, потому что я не иду устанавливать с вами личные отношения в магазин. Мне вы безразличны, я иду за товаром. Если вы меня хорошо обслужили, да, конечно, тогда сложился эмоциональный контакт, тогда я вернусь в эту торговую точку, мне в том числе и понравился продавец своей квалификацией. Но до этого никто так не смотрит. Поэтому, когда с ними обычно говорят добрый день, большинство людей говорят, да, добрый. То есть их вынуждает к этому. А если вынуждает, то это уже не хорошее установление контакта. Значит, что-то еще надо делать. Так, вот вчера говорили хорошую фразу, кто-то там подходил, приводил, он говорит, а правильно мой продавец говорит, как там, нет, ничем порадовать, чем себя побаловать хотите. Да, хорошая фраза. И первые минуты разговора, даже не первые минуты, зачеркнуть, надо исправить, первые пять минут разговора надо прописывать. То есть, ну хорошо, сделали вброс информации, а он молчит. Задали альтернативный вопрос, а он молчит. Ну то есть, понятно, что надо прописать некие варианты поведения продавца в этой ситуации. Молчит, начал разговор и так далее. Начал разговор, с чего начнем? Будем задавать вопросы или что-то демонстрировать? Или поведем по экспозиции? Вот вы продаете диваны, вот с чего вы начнете? Ну с вопросов, какую, куда, чего и так далее. А дальше, какие диваны будете показывать в первую очередь? Но продавец пойдет показывать те, которые он любит. продавать. То есть, те, о которых он знает. Ну это вы так думаете. Нет, вы, или лично вы, может быть, так делаете. Я говорю про продавцов сейчас, про большинство. Они, они, да, они будут показывать то, про что они знают. Ну зачем мне показывать? Человек говорит, мне нужен хороший диван, там, в комнату. Я вообще хочу в гостиную устроить что-то типа домашнего кинотеатра, он должен быть большой, там, трансформер, и так поставить, и так поставить. А продавец про него ничего не знает. Он пойдет его показывать? Нет, он пойдет в ступор. Он начнет с простых вариантов. Он скажет, ну давайте я вам покажу, вот у нас можно купить диван и два кресла. Я про что говорю? Опять же, вы должны понимать, а что дальше? То есть вот действительно, проводить по экспозиции или нет? И вот здесь важно, кстати говоря, в первые пять минут разговора, что-то уже сказать о своей компании. Не чем ваш товар хорош, а в том числе, чем вы как компания хороши, что вы можете обеспечить покупателю. То есть вот эти фражи важны. Вы, конечно, досконально сценарий не пропишите, но основные реперные, то есть ключевые моменты, которые надо заложить в сознание покупателю, надо поставить, потому что первые пять минут человек готов еще внимательно вас слушать. А потом уже, ну насколько вы будете профессиональны. Поэтому в первые пять минут очень важно прописывать все эти фразы. То есть задумайтесь об этом. Ну технология создания этих фраз это отдельная тема. Она у нас описана, собственно говоря, можно ее почитать. Итак, следующий момент, который очень важно стандартизировать. нужно собирать, ввести бланк вопросов со стороны покупателя. То есть по сути дела это маркетинговая информация для вашей компании. То есть что люди спрашивают. Почему? Ну на основании этой информации можно понимать, чем докомпоновать экспозицию. Но они что-то не увидели, что-то хотят. Если вы слышите, что многие об этом спрашивают, значит еще какая-то часть думает, значит точно надо ставить. Ну либо менять. Про какие-то неудобства и так далее. Плюс, собственно говоря, очень часто, вот мы для компании интервьюной лавки, оказалось, что у них по всей сети ходит примерно около 40 возражений от покупателей. Ну одних и тех же, но их 40, их много. Ну например, у них они везут, они не сами производители, они работают с французскими фабриками, везут оттуда мебель, соответственно показывают мебель на своей торговой точке. Ну понятно, большинство производств расположено там в Китае, в Индонезии, в Малайзии, во Вьетнаме сейчас очень популярно распространение. У них во Вьетнаме французская фабрика замечает производство. Мебель сделана из ели. Какой звучит очень часто вопрос от покупателей. Откуда во Вьетнаме ель? Ну вот если ты не знаешь, как ответить? Особенно если ты стажер. Кстати говоря, проблема еще в чем? Сейчас никто географию-то не знает. То есть помимо того, что на знак материала виден, то есть если вы не пропишете, не соберете вот такие фразы, возражения типичные для вашей торговой сети и заранее не напишете на них отето, то, конечно, будет говорить очень весело. Всем будет весело, и покупателю в том числе, но продаж будет мало. Поэтому такие вопросы, то есть надо собирать и вопросы, и возражения, и на них заготавливать речевые модули, и по ним уже обучать продавцов, то есть писать готовые ответы. Как должна выглядеть, по сути дела, памятка для продавца? Она близко к идеальному варианту должна быть оформлена в следующей форме. Есть товар, наименование, артикул, информация, то есть какие характеристики, может быть размерный ряд, тонировки, материалы, из которых сделаны. Следующий момент. А если мне эта кровать, например, или диван не подходит по срокам, то есть его долго делать, что должен предложить продавец как альтернативу? То есть в данном случае написано отсутствующему, но допустим не отсутствующему, а когда срок заказа большой. То есть должна быть подсказка. Следующий момент. А если я хочу увеличить средний чек, что я могу тоже покупателю предложить? Он установил выбор на одном диване или на одной кровати, а может быть попробовать ему подороже продать? И плюс, да, это замена. И дальше сопутка. А что можно к дивану? Газетницу, журнальный столик, кресло, пуф. Кстати говоря, печальная история с диванами и креслами, потому что компания, не знаю действительно, что случилось, тем не менее, она очень много хорошего успела сделать, попробовать в своих магазинах, в том числе и с мерчендайзингом. Во многих своих магазинах она их насытила аксессуарами, например, там поставила рядом с диванами столики со светильниками. И у них очень часто происходили следующие случаи, мне они так и рассказывали. То есть остановилась женщина, ей понравился светильник, привлек внимание, поговорила с продавцом, говорит, все, ладно, давайте буду покупать. Потом помялась, помялась, говорит, блин, с диваном хорошо смотрится. Может, тоже его взять. И взяла. Но пришла смотреть не диван именно этот. Вот понимаете, комплексное решение. Сработал мерчендайзинг, все вместе, а привлек внимание светильник. Поэтому в данном случае сопутка, да, это не лишняя товарная экспозиция. Но если вы ставите, насыщаете экспозицию аксессуарами, идеально их продавать. Если не хотите продавать сами, сделайте в хитрый ход. Договоритесь с поставщиками этих аксессуаров, которые будут на вашей торговой точке их выставлять, и пускай не продают, через их кассу проводят. Особенно, если они есть в вашем торговом центре, например. Ну или еще каким-то образом. То есть вот таким, почему-то все начинают закупать аксессуары, тратят на это деньги. Приходите в фирму, которая продает аксессуары, и говорите, вы хотите, чтобы ваш товар продавался больше? Вот есть места продаж, у нас там 50 магазинов. Мы можем бесплатно выставить ваш товар на наших местах. Все, что будет там продаваться, все деньги ваши. Приезжайте раз в месяц, проводите ревизию. Если не увидите, что есть на торговой точке, значит, мы вам платим деньги. И не надо деньги вкладывать. А все говорят, ой, аксессуары, это так долго, так дорого и муторно. Ну, лень мышления. Значит, как это будет в жизни выглядеть? Вот примерно так. Карта продавца. Примерно, да? Здесь… Это у меня на слайд. Понятно, что это может быть на целый лист. То есть какие-то дополнительные характеристики, альтернативы. Ну, что такое сопутка может быть? Это просто дополнительные элементы к этому же товару, которые увеличивают его и визуальный вид хорошо, ну, и цену увеличивают, ну, и делают эмоциональную составляющую продажи более значимой для клиента. То есть ему приятнее это покупать. Он больше удовлетворения от такой покупки получает. Ну, а как всему этому учить? То есть система должна быть построена по следующим принципам. Во-первых, предусмотрите своей компании о том, что у вас не должно быть линейных продавцов. Ну, не только по квалификации, сейчас я имею в виду. Пускай они будут у вас… Вы не хотите разделять их там по труду, по квалификации, но все равно надо же предусмотреть какой-то рост. Соответственно, приходит человек, после собеседования вы его принимаете на работу. Это ученик. Ученик – это тот, которого вы не допускаете к работе с покупателем, потому что он точно может ляпнуть что-нибудь. Он должен пройти какой-то минимальный курс обучения, после этого он переходит в ранг стажера. Стажер – это тот, кто имеет подходить к покупателю, но только отвечать на ограниченное количество вопросов. Кстати говоря, за счет стажеров можно решить проблему как раз вот этих пиковых смен в том числе. А дальше будут продавцы первой категории, второй. Первой категории, он прошел курс стажировки три месяца, сдал необходимый минимум квалификационный, перешел в первую категорию. Всех надо переводить, ну что значит всех надо переводить? Это значит, всех надо подтягивать до второго уровня, то есть по уровню знаний и по уровню продаж. Ну и будет там третья категория или продавец-наставник, который может еще обучать. У всех продавцов, но я там чуть позже об этом еще поговорю, может быть разная окладная часть, может быть разная премиальная часть, ну и какие-то там отличаться какими-то льготами. По-разному к этому подходят. Соответственно, когда мы говорим о модульной системе обучения, да, соответственно, вот я это имею в виду, что у каждого свой блок, то есть мы наращиваем постепенно знания к человеку, он не может все усвоить сразу. Очень большая проблема с кадрами в мебельной отрасли вызвана еще и тем, что когда людей принимают на работу и начинают их обучать ассортименту, они вот так неделю поучатся, потом ужаснутся тому объему знаний, который они уже учили, который им еще предстоит изучить, и уходят. То есть текучка начинается не с мест, а еще вот, когда начинаешь их учить. выводишь там 10 человек в ученики, остается, дай бог, 2, а остальные пугаются. А почему пугаются? Потому что начинают учить сразу всему. Вот все он должен знать, а не надо, надо постепенно, модульно и переводить его постепенно. Тогда есть хоть какое-то понимание движения. И нету такого страха. Вот это тоже надо решать. Ну, соответственно, учебка первой недели, это я, опять же, ученик, я его считаю, чтобы, а в чем еще ошибка, скорее всего, почему продавцы у нас не подходят к покупателям, а ждут, когда те к ним начнут походить. А потому что, представляете, в разных компаниях стажеров мучают, не допуская к покупателям, часто от недели до трех недель. То есть они сидят, все что-то учат. Соответственно, когда проходят три недели, у них уже у самих барьер. Сидеть на попе ровно и никуда не подходить. А во-вторых, у них уже за три недели заложилось в голову понимание того, что они так всего и не узнали. Поэтому он боится подходить. Это реально. Мы уже этот момент исследовали. То есть был очень тоже интересный момент такой. Провели тренинг, все стали там вбрасывать информацию, альтернативный вход, развив стереотипы. Активно ползли продажи вверх, а потом вдруг отток. У новичков. Не у старичков у них все нормально, а у новичков. А почему? А они увидели, что все это работает, и покупатели идут на контакт, и испугались того, что дальше они не могут им ничего рассказать. Ну, то есть не успели выучить все то, что нужно знать по ассортименту, по дизайн-проекту. И перестали подходить, потому что решили для себя, что надо еще подучиться, а вот потом тогда я как выйду, да как напродаю. Хорошо, что этот момент выявили. Поэтому, чтобы не застаивались люди, ученик, пожалуйста, научили его за один-полтора дня знанием о компании, основным фактом, показали, где что, основные коллекции, так, для ознакомления, а не для знания. И научили фразам для установления контакта. И пускай он ходит, выцепляет людей. Все. То есть, чтобы не было барьера. То есть он должен начать стажировку, хотя бы минимальную в качестве ученика, уже на второй день. Иначе все. Потом будет барьер подхода к покупателям и неактивная позиция. Поэтому как можно быстрее надо бросать его на работу с покупателями. На ограниченную зону ответственности. не на все. Ограниченная зона ответственности. То есть научить его. Ты говоришь вот это, вот это. Если он тебе задает любые вопросы уже по ассортименту, то сразу переключаешь на Женю, Васю, Машу и так далее. Вот таким вот образом. И ему поставить, кстати говоря, как показатель работы не объем продаж, он еще ученик, а количество переданных таким образом клиентам другому продавцу. Вот сколько он заловил. И вообще поставьте его у прохода. Получает допуск работы, начинает стажироваться. Стажер это уже тот, кто может консультировать и знает, где добыть информацию. И его, в принципе, можно уже через месяц оставлять одного на торговой точке. По крайней мере, позвонит, спросит, узнает. Ну, про наставников это отдельная тема. Понятно, что они должны быть компанией, те люди, которые не обязательно больше продают, а те, кто умеют передавать информацию. Другая когорта просто людей, которым это интересно. И вот после каждых, после каждых вот этих блоков, ученик, стажер, продается по первой категории, второй, третий, должна проходить аттестация. То есть каждый раз мы должны проверять, что они изучили. А то учим-учим, но не проверяем. Либо проверяем вскользь. Каждый раз надо проводить аттестацию. И категория продавца не на всю жизнь. Это не погоны. На три месяца, максимум на полгода. Через полгода не сдал аттестацию, но может скатиться вниз. Либо сдал аттестацию, подтвердил свой уровень. Либо сдал аттестацию и перешел в другую категорию, более высокую. Но не на всю жизнь. А то расслабуха-то очень быстро начинается. Ну, человеческая психика такая. Но кто активный, тому это вообще, в общем-то, все очень просто дается, на самом деле. Вот та же компания Сакура рассказывала, сначала все боялись у нас аттестации. Чуть ли там мне валерьян купили. Очень боялись, очень боялись. А потом поняли, что, во-первых, ничего страшного нет. Большинство людей, вменяемых, вполне легко ее сдают. Далее, как оказалось, что те, кто выполняет квалификационный уровень, они еще начинают больше зарабатывать. Ну и все. И у них там еще они сделали тоже по нашей рекомендации такую вещь, то, что необязательно, допустим, они принято, что аттестация раз в три месяца, но тот, кто хочет сдать раньше, на другую категорию, может сдать раньше, пожалуйста. И у них тоже стали появляться такие люди, которые стали на себя брать дополнительную работу, изучали все это дополнительно, приезжали, сдавали, переходили в следующую категорию. Но, понятно, должны быть еще прописаны объемы продаж не только знаний, но и продаж, который должен поддерживаться в рамках этой категории. Ежедневно необходимо повторять и тренировать речевки. То есть что такое хороший навыковый тренинг? Это даже не тренинг, а это дрессура. То есть надо дрессировать каждый день, повторять речевки каждый день. Тогда от них будет толк. Как это делать? Очень просто. Если у вас принято в компании, что надо отзваниваться о приходе на рабочее место, то тогда, собственно говоря, когда он отзванивается, типа я пришел, задаете ему любое их два-три вопроса. Так, значит, покупатель-экскурсант, какую фразу будешь говорить? Так, хорошо, покупатель стоит там у стенки такой-то, рассматривает товар, с чего начнешь? Все, готов, хорошего дня, до свидания. Потратили 20 секунд. Не 5, а 20. Ничего страшного, зато проверили, повторили. Если они будут подсматривать, не страшно, почему. Наша задача не контролировать бездумно, а наша задача-то какая? Чтобы научились, чтобы знали, и это повлияет в том числе на их продажи. Вот так делается каждый день. Проверять можно по телефону. Позвонил, проверил. Из офиса. Централизованно. Тоже делается легко. Тоже не страшно, что подсматривают, потому что задача обучающая, а не карающая. Ну а потом заодно и проверите, на видном месте лежат вот эти подсказки. А то, что кто-то начнет шариться где-то там очень долго, тогда поймете, ага, даже не заглядывал. Все ясно. Приехали на торговую точку в магазин, есть бланк проверки речевых модулей, задали пять контрольных вопросов, поставили галочки, сдал, не сдал. Естественно, такая система должна учитываться в системе оплаты труда. О ней поговорим позже. Ежемесячно что-то новое надо давать изучать. Для этого можно сделать просто книжный клуб компании. Вот, пожалуйста, я вам зачитал фразу из книжки. Разошлите новый материал по новой технике продаж, почему угодно, по всем магазинам. Пускай прочитают. Многие не прочитают, но есть те, кто прочитают. Собирайте базу знаний. Что такое? Кто-то использовал, что-то сделал, получилось. Пускай об этом напишет. Но он сначала расскажет, естественно, похвастается. Пускай об этом он напишет, вы напишете об этом случае. Почему? Потому что таких случаев типовых будет достаточно много и всем будет интересно почитать. И будет снижаться барьер к обучению и к использованию каких-то определенных фишек. И это будет ваша личная база знаний в компании. Ну и вот книжный клуб, я проговорил, ежеквартально что такое одно-двухдневный тренинг? Это не по 8 часов. Это может быть тренинг на 3-4 часа. Потому что, как правило, за квартал скапливаются вопросы. По сервису, доставке, по новым коллекциям, новым ценам и так далее. Это раз. На них надо ответить. Надо собираться. Во-вторых, надо потренировать. Потому что засиживаются, надо потренировать какой-то навык. Или мы смотрим, что проверили магазины, плохо отрабатывают возражения, у вас слишком дорого. Значит, надо всех потренировать на отработку этого возражения. Ну и аттестация. Это уже по на знание, информация о материалах, ассортиментах, ценах, стандартах работы, регламентах работы и так далее и тому подобное. Ну и два раза в год можно проводить внешнее обучение, приглашать какие-то компании. Но чтобы внутри компании тоже глаз не замылился, надо смотреть на мир более широко. Посмотрите, а что еще происходит? А кто что знает? Мы, например, так как работаем со всем рынком, нам проще обобщать материал по всему рынку. Потому что у себя в доме всегда по-другому все смотрится. Сидишь на неудобном диване, давно хотел выбросить, но вот пришел знакомый и сказал, слушай, когда ты уже наконец от него избавишься? И ты понял, вот да, пора. Уже и он даже сказал. И тогда выбрасываешь. То есть всегда нужен взгляд со стороны. Итак, подводим небольшие итоги. Нам надо пройтись по цепочке взаимодействий продавец-покупатель, посмотреть, на каких этапах продаж взаимодействия с покупателем происходит большее количество сбоев, и на эти сбои наложить стандарты. Следующий момент. Но вот эти материалы есть, кстати говоря, в моей статье «Контроль продаж на торговой точке». В книжке, на сайте у нас. Так что это. Не обязательно все фотографировать, это есть, прочитаете. Соответственно, в результате какие выгоды вы получаете? Легче управлять, потому что вы понимаете, на что воздействовать, на какие точки контроля воздействовать. Легче оценивать. Ну то есть приняты единые правила. Клиент получает качественный сервис. Что такое качественный сервис для клиента? Это когда ему проще купить. То есть это не какая-то там мифическая лояльность, там довольство, а когда клиенту проще купить товар. Вот что такое качественный сервис. Ну и, соответственно, в целом больше продаж. Ну, по статистике, говорю, от 50 до 250% увеличиваются продажи, когда компания внедряет стандарты продаж. Теперь поговорим, на какие точки контроля вы должны как управленец обращать внимание. некоторые из них я уже произносил, но еще каких-то еще поговорю. Итак, экспозиция. Проговорил. В идеале иметь некую такую планограмму, что где должно стоять. Почему это важно контролировать? Ну вот вы сейчас обогатились знаниями по мерчендайзингу, пришли, все поменяли. Что произойдет потом? Пойдут какие-то продажи. А потом у вас что-то забрал покупатель с экспозиции. Купил. Вы на это место что-то передвинули. А потом привезли какую-то новую стенку диван. Вы ее опять куда-то подвинули. Подвинули все остальное. Через месяц, полтора у вас от первоначального замысла о мерчендайзинге ничего уже не осталось. И потом вы сидите через два месяца и думаете, блин, продажи опять упали. Не, мерчендайзинг не работает. А дело не в этом, а дело в том, что вы уже от него отошли. Поэтому нужно иметь все-таки понимание, где должны быть основные элементы нашей мебели расставлены однозначно. Это нельзя менять. Где должны быть разложены буклеты? Почему-то большинство буклетов всегда в столе у продавца. Он именно очень дорожит, он, наверное, боится. Часто это так происходит в компаниях, их не вовремя довозят. Поэтому выдает он только тем, кто понял, что вот он настоящий покупатель. И так далее. Ну, тоже неправильно. Следующая точка контроля «Вход в контакт». То есть, допустим, начали вы проводить акции «Тайный покупатель», чтобы ценить работу продавцов. Соответственно, в отчетах «Тайного покупателя» должно быть отражена экспозиция, «Вход в контакт». Если у вас есть на эту тему стандарт, соответственно, указано, через какое время подошел, какую фразу сказал, сказал что-то о компании, 18 лет на рынке, 50 магазинов и так далее. Следующая точка контроля, но она уже в акцию «Тайный покупатель» не будет входить. Это для вас. Соответственно, вот эти бланки с сбора информации, вопросов и возражений, чтобы на них писать ответы. Следующая точка контроля – квалификация дизайнера. Все дизайн-проекты, даже черновики, должны храниться, чтобы вы имели возможность как руководители периодически их просматривать, чтобы проверить, а не было ли там сделано каких-то ошибок. Потому что потом эта ошибка может отразиться на чем? Конфликт с клиентом, потеря денег для продавца, для магазина, возврат, ну или просто это кто-то попал на деньги. Поэтому надо отслеживать, собственно говоря, насколько хорошо рисуют дизайн-проекты. Выход из контакта. Ну, как правило, выход из контакта – точка контроля, ту, которая сейчас неплохо отрабатывается во многих магазинах, но с точки зрения выдачи буклетика, к нему крепятся визиточки с телефончиком, и, говорится, приходите к нам еще. Но этого недостаточно. Почему? Надо взять контактный телефон, надо заматировать человека на то, чтобы мы ему что-то еще просчитаем, вышлем, расскажем, на следующий приход и так далее. То есть этого недостаточно. Сейчас важно работать активно с покупателем, брать контакты, нарабатывать клиентскую базу. Вот многие в рознице недопонимают важность клиентской базы. В опте уже понимают, а в рознице не понимают. по той базе, которую вы собираете клиентов, можно делать необязательно спамовые рассылки и тупо их долбить, собственно говоря, что купите у нас мебель. Вы можете делать какие угодно рассылки с полезной информацией для покупателя. Вот мы с вами рассмотрели, что большинство случаев, когда покупатель приобретает мебель, связано с переездом, ремонтом, с перепланировкой и так далее. Если вы, как компания, будете централизованно ссылать на e-mail таким покупателям информацию о том, на что нужно обратить внимание при ремонте, как лучше выбрать строительную бригаду, как подойти к планировке кухни, что значит приобрести хорошую, вставляйте про себя, хороший матрас или мягкую мебель. То есть не просто в тупую приходить в магазин, а с полезной информацией. У таких клиентов будет расти лояльность. Соответственно, вы будете всегда в поле их зрения. Мало того, что, скорее всего, они расскажут что-то и своим знакомым. Вот для этого нужно собирать e-mail и имена. А уж рассылку несложно запустить. В принципе, я смотрю сейчас, как многие мебельные компании открыли группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в разных социальных сетях. Ну, все по-разному работают. Кто-то открыл, кто-то что-то пишет. Вот кто уже, по-моему, кто-то из вас уже вчера к нашей группе «Мебельный бизнес» присоединился. Я там заметил, поставили лайки под фотографии. Значит, обратите внимание, у меня там в группах, найдите меня, у меня в группах я подписан на группу фабрики МАК, мебельная фабрика МАК, питерская. Каждый день она шлет какую-то фотографию своих диванов. Я сначала, я знаю на самом деле эту фабрику, это не очень большая фабрика мебели, я знаю ее уже давно, и я, конечно, считаю, что она такая, не моего уровня. Но в течение полутора лет я от них получаю вот эту рассылку каждый день с какими-то новыми диванами в разных интерьерах, разные ткани и так далее. И вот тут, когда у меня знакомый искал диван, у меня в голове всплыло, в том числе они, он искал недорогой диван. То есть, вот что произошло? Вот мне, как-то не нравится, но я настолько привык, что мне стало казаться, что, ну, как бы допустимо, нормально. То есть, даже готов порекомендовать. Вот что дает вот грамотная, активная работа, по постоянному напоминанию о себе. Тем более, что они, ну, каждая фотография они не повторяют, у них что-то новое. Ну, просто взяли, сделали диван другой ткани, отфотографировали его, подложили там 3D и все. От кого-то из покупателей получают, просят фотографии, видно, что в другом интерьере сделано, ну, в какой-то комнате. Какую-то картину рядом поставили, фигурку, опять другой интерьер и так далее и тому подобное. То есть, ну, интересно, я почему говорю вам, раз вы присоединились, подпишитесь на их группу, вы поймете, о чем я. То есть, да, ну, интересно, то есть, я сам для себя до этого не думал, что это настолько хорошо работает. Но вот прошло полтора года, я понял, что, блин, работает, зазомбировали окончательно. Вообще, принцип рекламы основной какой? повторение. Чтобы человек попало в поле зрения, а ему примерно надо попасть на глаза не менее 10 раз. Ну, считается где-то 17, чтобы он захотел даже прийти и посмотреть, и потрогать, почувствовать. Ну, вот, а здесь гораздо больше, поэтому срабатывает хорошо. Так, ну, и последняя точка контроля, это, собственно говоря, выполнение плана продаж. Смотрите, опять же, видите, седьмая, не на первом место поставил. Почему? А потому что сейчас я говорю не о продажах, а о том, как выстроить систему продаж. А система продаж, это все вместе, это комплекс мероприятий по продажам, и он зависит от многих факторов. Там 6 факторов, я приводил на слайде, место ценообразования, мерчендайзинг, обслуживание, реклама, сарафанное радио как раз. И вот эти точки контроля, это то, что составляет систему продаж, в том числе. А вот на какие показатели в плане продаж надо контролировать? Обычно контролируется только объем продаж. Этого недостаточно. Надо контролировать количество продаж. Почему? Ну, что такое количество продаж? Продал не просто на миллион, а продал именно 25 диванов, а не 10 на миллион. Ну, там, что значит средний чек? А зачем вам считать средний чек? Ну, средний чек нужен хотя бы для мерчендайзинга, собственно говоря. Во-вторых, нужно для того, чтобы оценить работу продавца. И следующий момент. У каждого из нас есть комфортная зона. Но кто-то на подработке зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц, и ему достаточно. Он студент, учится, он не мечтает быть продавцом мебели всю свою жизнь, он сейчас пересидел тут пару лет, и все. А кто-то вышел на заработок 35 тысяч рублей, и ему тоже хорошо. У каждого своя комфортная зона. Вот компании всегда надо больше, чем отдельно взятому сотруднику в компании. У компании всегда план, она куда-то там развивается, особенно ваша компания. И все, что-то надо, что-то делает, а кому-то надо 20, кому-то 15, и так далее. Есть комфортная зона. Поэтому люди очень быстро привыкают к этой комфортной зоне. Они поняли, продал 5 диванов, все. Ну, то есть, не продал 5 диванов, они рассуждают, а продал на такую-то сумму. Вышел на 15 тысяч. Да, хочется больше, но в принципе нормально, я уже умею жить на эти деньги. Так вот, собственно говоря, в мотивации должен быть учтен такой показатель, как количество продаж. Не просто продал, а еще какому количеству людей продал. Потому что что может получиться? Он себе посчитал, что я 500 тысяч сделаю, мне уже хорошо. А вдруг пришло три покупателя, каждый из них купил диван по 120. И мне уже хорошо. Я вообще уже расслабился. Это произошло в начале месяца. Так вот, чтобы не было таких расслаблений, нужно еще отдельно выставлять план по количеству продаж. Что нам нужно, чтобы было продано вот такому-то количеству людей. А что ты уже продал? Там диван, это будет кресло, табуретки. Все, что есть на торговой точке уже без разницы. Есть план по объему, есть план по количеству. Ну и матрица продаж, это тот ассортимент, который выгодно продавать в первую очередь. Помните, я говорил, что у каждого из вас, из нас, из всех, это нормальная человеческая характеристика, то есть не стоит прямо так обижаться на это. Есть любимый товар, который интересно продавать. А есть товар выгодный, который часто продавать сложнее. Поэтому имеет смысл часто план продаж, вот объем, вот этот 500 тысяч или миллион, разбивать, а что мы точно хотим, чтобы было продано вот на эти 500 тысяч. Не вообще все, а то, что, естественно, со средней наценкой, которая ходовые товары будут использоваться, но и с высокой наценкой нам тоже интересно. Иначе точка будет нерентабельна. Вот почему многие точки на грани рентабельности? А потому что продается только ходовой товар и забывает продавать товар с хорошей наценкой, которая мог бы приносить прибыль компании. А продает ходовой, он же низкомаржинальный, малорентабельный. Ну а здесь могут быть какие-то аксессуары, допустим. И тогда объем продаж, мы говорим, из этого тебе нужно сделать, вот этого напродавать на стол, это вот этого и вот этого. И вот если все три показателя сложились, тогда получишь 100% премию. А вот не сложились, извините. Ну, может быть, жестко, но тем не менее, я вот рассказывал на семинаре такой случай, мы ездили в Нижневартовск, там было очень, 300 тысяч населения, там очень просто ситуация стояла, что либо у нас наконец-таки продажи пойдут, либо мы просто площади в торговом центре сдадим в аренду и не будем париться. Сказал руководство. Если мы, ну, потому что, денег-то нет, ну, что нам это? В компании столько сотрудников работает, поэтому нам либо продажи нужны, либо это, давайте проще в аренду сдавать. А почему так происходило? А продавались это, по сути дела, чаще всего ходовые товары, были неликвиды на складе. Как только ввели матрицу продаж, у них за два месяца, вот кто-то говорил, как раз избавились от остатков на складе. Выправили продажи. Все, вот эта система работает. Инструменты контроля. Есть какие-то вопросы? Задавайте. Тогда сделаем паузу на осмысление. На самом деле, мне самому когда-то не нравилось, я так это ужасно печалился, когда слышал слово регулярный менеджмент. То есть она на меня навевала тоску. Это значит, кем-то надо регулярно управлять, то есть на него воздействовать, постоянно обучать, контролировать, мотивировать. Тоска смертная. То ли дело продажи. Клиент пришел, ты к нему подошел, там всегда эмоции, радость жизненная. Потом отошел от него, смотришь на своего продавца, думаешь, боже мой, господи, пойду я лучше сам еще раз продам. К сожалению, сейчас это не работает, потому что коллективными усилиями можно получить больше результат. Поэтому в чем еще сложность быть хорошим управленцем? У руководителей всегда результат отложенный. Вот если продажа, это чаще все-таки быстро, за один-два визита, там три визита покупателя, то работа с продавцами, с коллективом, это два-три месяца, иногда полгода эффекты можешь только увидеть, через полгода. И ты все это время не получаешь никаких подкреплений. То есть продажу сделал, эмоциональное подкрепление есть. А тут его обучаешь, 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 а никаких нет. Я, когда свой отдел продаж иногда собираю, но у меня там есть, кто им занимается сейчас, тоже есть старший продавец. Но у меня иногда кажется, что у них просто это, постоянная амнезия. То есть с утра повторили речевые модули, прошли новый материал, на следующий день, наутро начинаешь спрашивать, как будто все стерлось за день. Но такое бывает. Ну что делать? Можно депрессировать, а вообще это нормальная человеческая психика, неспособность усваивать новый материал. То есть это нормально. Вот видите, там 50 на 50, 25 процентов, 25 процентов, 24 процента и так далее. Все поуменьшающееся, нормально. Поэтому отложенный результат. Поэтому руководителем быть психологически очень сложно, потому что результат нашей деятельности виден не сразу, а где-то там, через квартал, через полгода, а часто и через год. Поэтому будьте к этому готовы. Ну и разгружайтесь, делая личные продажи. Это поддерживает эмоции. А управление, да, надо строить регулярно, постоянно и так далее. Ну зато это вас дисциплинирует, делает более структурированным, учит терпению, любви к людям иногда. Когда мы стандарты внедряем, как мы будем преодолевать сопротивление? Да. А вы на второй части остаетесь, нет? К опыту не относитесь, нет? Я там про это тоже буду. Ну, я сейчас пройдусь по инструментам и отвечу. Вопросы тоже, думаю, всем интересен. Хорошо. Значит, итак, помните о том, что даже если вы просто старший продавец, и хоть минимальные контролирующие функции на вас висят и обучающие, все равно вы уже управленец, и есть регулярная деятельность, которую вам предстоит вести. И быстрый результат от тех людей, с которыми вы общаетесь, не всегда возможно получить. Это нормальная ситуация, обижаться не надо, это такая реальность. Просто работаем, просто делаем. Вот мне понравилось, я случайно включил эту передачу, там в субботу дайджест по Первому каналу за все передачи. И там показывали этот ледниковый период их очередной. И номер какой-то был. И тренировал Петр Чернышев, более теперь известный, как муж Заворотнюк, хотя он сам по себе хороший фигурист. Ну вот, и про него там как раз кто выступал, сказал, вы знаете, что мне в нем нравится, я что-то делаю не так, он говорит, повтори. Я говорю, Петя, где эмоции? Он говорит, просто повтори. И так раз 25. Безэмоционально. Но, говорит, повтори. И вы знаете, и выжил из меня результат. Поэтому, пожалуйста, поменьше эмоций, просто повторить, сделать, повторить, сделать, и так далее и тому подобное. Не эмоционально, регулярно, планомерно, и все получится. Итак, инструменты продаж. Объезд торговых точек. Ну, я уже говорил, приезжаем на торговую точку, у вас должен быть бланк. В этом бланке описаны основные элементы, которые вы должны проверить на экспозиции. Ящички выдвигаются, дверцы не скрипят, не перекосило, буклеты лежат на положенном месте, пыли нету, все в порядке. Отметили плюсики. Если плюсики не поставили, поставили минусики, это должно быть отражено в системе оплаты труда. А что делать? Ну, объясню почему. Прозвон продавцов, бланк номер два. Проверка речевых модулей. Уже пояснил, его надо составить, он будет типовой для всей вашей сети. Акции тайные покупатели. Значит, на период внедрения таких акций должно проходить много. Компания Эльба Мебель проводила 30 акций ежемесячно на своих торговых точках. Ежемесячно. Значит, продавцов у них было, по-моему, 45. То есть практически все попадали каждый месяц под эту проверку. И так в течение полугода, пока внедряли. Потом стали меньше проводить. Потом стали проводить перед аттестациями и так далее. Но на период внедрения всегда много. Чтобы поверили, как жираф. Это зыбучие пески. Вот это один из элементов внедрения. Аттестация персонала. Значит, как делается аттестация? Сначала создается материал, по которому мы будем проверять. Ну, которому обучать и по нему впоследствии проверять. То есть материал сначала должен быть. Стандарты продаж, техники продаж, материалы, ассортимент, что должны знать. Книга продаж, по сути дела. Далее мы к этой книге продаж пишем вопросы. То есть, собственно говоря, они изучили, пишем вопросы. Эти вопросы распределяем по категориям. То есть какие точно ответы должен знать продавец первой категории, какие стажер, какие высокой категории. Далее проводим третий шаг, саму аттестацию. Смотрим, кто чего знает, кто чего не знает. И после этого четвертого шаг намечаем не карательные меры, а обучение. То есть обучение, если многие не знают одно и то же, это значит пробелы в обучении. Значит, надо обучить этому еще раз. Обучили и опять проверили уже по этому узкому блоку. Поэтому четыре шага. Опросы покупателей. Ну, я говорил там бланки вопросов и так далее, не буду останавливаться на этом. Значит, про использование технических средств. Вот я раньше к веб-камерам относился скептически, потому что что получается? Поставят веб-камеру на торговую точку, зачем-то направят ее на продавца, чтобы его контролировать, а он к ней достаточно быстро привыкает. И эффект такой первый исчезает. Это раз. Во-вторых, никто туда не смотрит. Прихожу к знакомому руководителю мебельной компании, он говорит, а я поставил веб-камеру на торговую точку. Я говорю, да, здорово, ну да, говорит, хороший, даже звук слышный. Я говорю, ну покажи. И вот в этот момент он ее и запускает. То есть до этого туда никто не смотрел. А дело было в 8 часов вечера. А торговый центр работает до 9. И вот мы открыли, смотрим, ой, продавец собирается. Встает и уходит. 8.15. Ну вот. А так бы, вот я бы не пришел бы, он бы его и не заловил. Но у него не было задачи заловить. Вопрос, а зачем тогда эта веб-камера? То есть если вы в нее не смотрите, ставить не надо потерять денег. Компания Сакура сказала, что веб-камера это очень хорошо. Ну то есть я до этого вот видел, что это не очень эффективно. Но они сделали грамотно. Они посадили отдельного человека, который наблюдает за всеми торговыми точками. Это централизованный процесс. То есть они отслеживают. Потом, что еще правильно? Веб-камера это не только инструмент контроля продавца, не забывайте. У нас вообще, мы контролируем продажи на торговой точке, а не продавца. То есть у нас такие продавцы, которые всегда надо контролировать и во всем, это тоже беда. А что нужно понимать? А через веб-камеру можно понимать, а как ходит по экспозиции покупатель. И в зависимости от этого мы будем таким образом расставлять уже потом мебель. То есть мы отслеживаем его тракторе движения. Не обязательно только на продавца. Вот с этой точки зрения она тоже очень полезна. Но я считаю, что она в первую очередь именно этим полезна. А уже там есть какие-то сопутствующие моменты. Ну и, кстати, веб-камера часто помогает решить конфликтную ситуацию. Ну, покупатель что-то сказал, потом забыл, потом приходит и конфликт. Но большинство конфликтов на торговых точках это из-за неправильной коммуникации. То есть приходит покупатель и говорит, вы мне это обещали. Вы точно понимаете, что такое не могли сказать, а он точно так же уверен, что именно это вы и сказали. И каждый прав. А, скорее всего, просто кто-то друг друга не понял. Скорее всего, так и произошло, что продавец не говорил, но он сказал так фразу, что она была двоякая. Не специально, не хотел. Но двоякая оказалась. И поэтому получается конфликт. Вот помогает решать. Мы когда проводили тайные покупатели на тех точках, где были установлены веб-камеры, очень часто продавец читает бланк тайных покупателей. Ой, я так не делал, все было по-другому. Есть запись. Поднимали запись. Ну и там было все, как вот написано. Значит, запись телефонных разговоров. Но это очень важно для опта и для розницы в чем. А чтобы просто проверять, контролировать те же речевые модули. Например. Это раз. Во-вторых, если вы принимаете стандарты, значит, все продавцы, которые поднимают телефонную трубку на торговой точке, говорят, должны одинаково. Здравствуйте. АСМ Мебель. Менеджер Алена. Слушаю вас. Да. Если говорит по-другому, значит, он, наверное, уже не выполняет стандарты. Не выполняет в простом, не выполняет и в другом. Можно анализировать потом разговоры с покупателями. Что тебе спрашивали? Как отвечал? Чему надо обучать? Очень часто действительно плохо говорят продавцы по телефону, но потому что этому не обучали. Обучали, как в торговом зале работать, но не обучали, как работать по телефону с покупателями. Есть своя особенность, специфика, ее тоже надо учитывать. Значит, все, что измеряется и контролируется, улучшается. То есть мы должны вот эти показатели мерить, контролировать и тогда улучшать. Но это не будет работать, если мы не закрепим это в системе оплаты труда. Почему? Потому что взрослого человека невозможно перевоспитать. Эта проблема не лишена на протяжении многих тысяч лет никем, педагогикой в том числе. То есть невозможно перевоспитать взрослого человека. То есть когда вы к нему подходите, говорят, ну что же ты не подходишь к покупателям, не перевоспитайте. Он говорит, в следующий раз я обязательно подойду. Ну почему ты опять бэш не надела? Ой, забыла, я так в туалет хотела. Но в следующий раз будет то же самое. Не перевоспитать. А когда вы скажете минус 100 и на следующий день минус 100, то глядишь, вдруг память улучшается и поведение. И меньше, кстати говоря, меньше конфликтов. Почему? Потому что правила есть. Мы можем долго спорить с гаишником, но если мы нарушили, мы понимаем, что, извините, все равно придется хоть что-то заплатить. Официально, неофициально, это другой момент, но придется. Иногда, конечно, удается отбазариться, но все равно. Поэтому, когда есть единые правила игры, и они приняты и особенно обозначены при приеме на работу, это понятно. Ведь вы не требуете ничего сверхординарного. То есть надеть бейдж, выйти на рабочее место в нужное время, подходить к покупателям. Вот меня спрашивают, подходить, не подходить и так далее. А вообще за что люди получают оклад вообще? Вот продавцы за что оклад-то получают? За то, что он пришел к 10 утра на торговую точку? А что такое сделанная работа для продавца? Ну, продажа — это проценты, это премия. Но, соответственно, он должен знать определенный материал по ассортименту, по материаловедению, по техникам продаж. Он должен подходить к покупателю. Вне зависимости от его мнения. Это ваш магазин. Он к вам пришел. А продавать — это премия. Он получает с этого еще бонусы. Но за оклад-то надо шевелиться, а не читать книжки, сидеть ВКонтакте и ничего не делать. И рассуждать о том, что мало покупателей. И все. Но это же неправильно. Это только в России у нас так. Я читал сейчас американскую статистику. Это нонсенс. Если там даешь задание, руководитель дает задание, и его не выполняют. И объясняют, почему не выполнил. У меня знакомый рассказывал, который долгое время жил в Израиле. Если ты туда приходишь на работу к 8 утра, и в 8.10 ты не в мыле, ты кандидат на увольнение. А у нас? В 10 утра, офис, кофеек, чаек. Во-первых, все приходят не в 10, а в 10.05, 10, 10, 10, 15. Ну и вообще пробки теперь везде, естественно, вдруг. Потом кофеек, потом покурить, потом прийти. Ну, на рабочее место тоже надо с собой кружечку взять. Так, 11 часов. Так, хорошо. До обеда остался час. Все. Было еще хуже? Еще хуже? Нет, у меня вот в офисе это так. В офисе. На торговой точке по-другому. А вот в офисе это именно так. А у меня компания «Ангстрем» не мебельная, а есть другая «Ангстрем», производитель круп, муки и так далее, продовольственная розница. У них еще столовая. Поэтому у них так. Сначала все приходили к 8-9 утра. Сначала в столовую, потом к кофемашине, потом покурить, а потом уже работать. Это у них был отдел продаж такой. Потом по второму кругу. Вот таким вот образом. Конечно, на торговых точках. Но опять же, я помню, работал, когда первый раз с магазинами одежды. Но у нас периодически из других отраслей фирма появляется по другому направлению. Мне продавцы рассказывают, что они обедают за 15 минут. За эти 15 минут они еще успевают добежать до кафе и вернуться обратно. У них вариантов нет другого. У них постоянно наплыв покупателей, им нельзя. Поэтому когда у них был тренинг, и привезли обед на тренинг, и они поели за минут 10, а я сижу, я еще только приступил. Я говорю, а чего так быстро? Они говорят, а мы так привыкли. Ну, на второй день они уже расслабились, там еле подольше, целых полчаса. Но вообще я, конечно, был в шоке. Да, поэтому, конечно, я понимаю, что везде по-разному бывает. Но, тем не менее, помните о том, что если вы параметры, которые вы измеряете, количество посетителей, или введение бланков отчетности, или экспозицию на торговые точки, частоту и так далее, не привязываете, не контролируете. То есть надо, если не можете контролировать параметр, нет смысла привязывать систему мотивации оплаты труда. Значит, нужно контролировать, то есть сначала измерять, потом контролировать, а потом уже привязывать систему оплаты труда. Вот если не привязывать систему оплаты труда, ничего не будет происходить. Но вот так вот, к сожалению. Вот 11 лет работы вот это показало. Но ничего не происходит. Но инерция сильнее. Поэтому берем просто спорт. Надо смотреть на те вещи, где с такими ошибками они постоянно случаются и происходят. В спорте постоянная тренировка именно для того, чтобы поставить правильный навык. Вот для чего ежедневно повторять речевки? Потому что, чтобы вытеснить из сознания фразу, чем вам помочь. Мне продается рассказывать после тренинга. У нас был двухдневный тренинг, но с разрывом в неделю. Спрашиваю через неделю, что попробовали? Он говорит, стоим на торговой точке. Компания Фабиан Смит. Стоим на торговой точке с коллегой. Заходит покупатель. Говорит, пойду сейчас его обработаю. Ну научили же. Подхожу к нему и говорю. А что вам подсказать? При этом коллеге сказал, пойду его обработать. У меня, говорит, она просто упала от смеха. Покупатель стоит, говорит, не понимает. Ну, ко мне-то еще нормально. Не понимает, что та заржала и упала. А я тоже стою и думаю, а зачем я это ляпнул? Ну, там как-то выкрутилось, потом нормально поговорил. То есть инерция. Вот почему надо там обучать, измерять, контролировать? Вот именно потому, что инерция очень сильна в поведении. Такое может происходить. Значит, должность продавец-консультант. Да, это один из примеров зарплаты труда. То есть я бы не сказал, что это прямо идеальная система оплаты труда. Но это та система оплаты труда, которая была принята на переходном периоде компании. И которая позволила ей очень сильно рвануть в продажах. Потому что она закрыла все ее проблемные точки. Значит, не бойтесь таблички, я все покажу. Все очень просто. Зарплата, базовая ставка, оклад, выход в смену, переменная часть, премия. Просто такая терминология. Соответственно, ну, это не обязательно смотреть. Значит, из каких частей состояла премиальная часть? То есть если мы сложим все проценты, это 100%. Ну, премиальная часть, то есть есть фонд оплаты труда. Допустим, продавец-консультант на рынке мебели Екатеринбурга зарабатывает, не знаю, там, 40 тысяч рублей. Я сейчас фантазирую, да? 40 тысяч рублей. Из них 15 тысяч оклад, 25 тысяч, как правило, это проценты. Ну, примерно такое распределение. Это пример. Соответственно, вот 100% это 25 тысяч. Мы хотим для себя понимать, а за что мы готовы платить, за какие показатели работы, вот эту премию. Но не просто, как я сказал, процент от продаж, от оборота. Вот продал он стул, и уже мы ему заплатили. Оно, точка-то тогда может быть нерентабельной. Надо хотя бы, чтобы 10 столов и стульев он продал. Поэтому мы смотрим, он должен сделать личных продаж на какого-то объема, какое-то количество сделок получить, продать тот товар, который нам нужен. Ну, а все остальное, там был большой магазин, там еще отдавалось на выручку смены, потому что работало 8 продавцов в смену и так далее. Это маленькие части. Рассмотрим просто основные. Но при этом мы понимаем, что если он продал всего лишь один диван, мы не можем заплатить, но денег у компании заплатить с продажи одного дивана, потому что он и так оклад получает. Поэтому есть такой показатель, как называется минимальный порог результативности, ну или продуктивности. Вот здесь на уровне 70%, можно менять, хоть можно 50, можно 90 ставить, как угодно. Для той компании было принято 70%. Соответственно, как только перешел 70%, тогда получает. Не перешел 70%, не получает по этому показателю, по остальным может. И то же самое, порог продуктивности есть и по другим показателям. Ну вот, собственно говоря, это позволило матрица продаж избавиться от неликвидов и всего остального. Количество сделок позволило отрабатывать каждый контакт с покупателем более активно, потому что стал продаваться больше товара. Личные продажи, но это привычный показатель. Это типа что-то командного бонуса было, чтобы была взаимозаменяемость. Ну а это так, такие формальные вещи, правила внутреннего трудового распорядка, ну чтобы не путали документы и так далее. Ну маленькая часть. Вот таким вот образом. Кстати говоря, продавцы люди очень креативные, поэтому прошло два года или три, они этот показатель, некоторые из них научились обходить. Ну вскрылось, конечно, достаточно быстро, ну там месяца через два, но научились обходить. Знаете как? Они стали разбивать чек. Ну покупатель приходит, покупает там диван и комод. А не диван по одному чеку, комод по второму чеку. Получается две сделки. Круто, да? Как выяснилось, ну очень просто. Руководство анализирует периодически, там доставки, сборки смотрит. По одному и тому же адресу за один и тот же период времени, там один день или два дня с разрывом, и везется товар. Ну и так вот и вскрылось, собственно говоря. Ну я к тому, что у нас люди, почему надо контролировать? Потому что креативные в ненужных местах. А в нужных что-то вот боятся. Все? Ну я понял, это правило, это надо договориться изначально, как вы будете это считать. Ну принять правило. Принимаем правило, если все продажи от одного покупателя были оплачены в один день, это один чек. Одна сделка. Ну чеков может быть много, но считаем это за одну сделку. Может быть три-пять чеков, но это одна сделка. Потому что одному, ну очень часто там на фурнитуру может быть один чек, там на комплектующую, на бытовую технику другие, там если кухни, на сами кухни третьи. Может у некоторых компаний так разбивается. Но это одна сделка. Мы считаем по сделкам, не по чекам. Не в трудовом договоре, а стандарт является приложением. Да, 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 да. Совершенно верно. Трудовой договор, в нем прописываются только основные параметры. К трудовому договору прикладывается должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка, стандарты, которые он должен соблюдать. Положение может прикладываться об оплате труда, ну и разные другие нормативные локальные акты, которые уже компания сочтет нужным принимать для себя. Ну это так. Но в любом случае, да, прописываю. В должностную инструкцию можно вписать многие вещи. Ну опять же, да, потому что ты обязан там подходить, обслуживать и так далее. Просто стандарты, они как правило расшифровывают в должностной инструкции, что ты должен сделать, подходить к покупателю и обслуживать его. А стандарты – это как ты должен делать, ну по большому счету, как регламент работы. В такое-то время, с такими-то фразами и так далее. Приложение. Ну а вообще, если будете постоянно обучать, это автоматически ляжет в его поведение. Гораздо, конечно, проще будет с новичками. Их как научишь, они так и будут делать. Сложнее будет со звездами. Их на первый период как раз вот, если мы говорим о внедрении, их надо будет… Как происходит внедрение? Надо собрать там звезд сначала, посоветоваться с ними, сказать, а вот мы хотим это сделать. Они что-то по этому поводу выскажутся. Ну то есть снять их вот некий негатив и получить благословение, потому что это та группа, которая будет влиять на все. Потом провести собрание в коллективе в разные смены, пояснить, а вот тяжелая экономическая ситуация, рецессия, скоро все обвалится, рухнет. Александров сказал, что ВТО это все разнесет всех нас. Значит, не знаете, кто такой, подписывайтесь на курсы. Будете проходить, да, политинформацию, значит. Все плохо. В связи с этим, вам же нравится наша компания, мы хотим дальше развиваться, но для этого мы должны стать лидерами. Вот в таком плане, да, сначала напугали, потом решение, и поэтому будут стандарты. Ну, после собрания никто не поверил, первая стадия отрицания, значит, все решили, ничего не произойдет. А тут вы начинаете дальше делать действия. Вы дали почитать первый вариант стандартов на установление контакта. То есть не весь талмуд на все этапы продаж, а постепенно, то есть внедрять поэтапно. Каждый этап свое. Что я еще рекомендую здесь делать, чтобы было проще внедрение? Сначала выявить проблемы продавца на торговой точке. Но они есть типичные. Продавец не может дозвониться до службы сервиса, та никогда не отвечает. Или производство никогда не отвечает на вопросы. Или непонятно, что делать с обедом. То ли вешать табличку, то ли не вешать, то ли на рабочем месте, то ли в кафе, то и так далее. Ну, одни и те же проблемы. То есть сначала бы неплохо стандартизировать болезненную точку для самого продавца и назвать это стандартом. Вот если удастся это сделать, он увидит, что сняли его головную боль, проблему, и тогда он поймет, что стандарты это хорошо. И тогда можно внедрять и другие стандарты. То есть сначала, и это, во-первых, правильно с точки зрения бизнеса. Сначала надо закрыть больные точки. Хоть какие-то. Понятно, все не закрыть, но хоть какие-то надо закрыть. И тогда проще внедрять все остальное. А потом уже внедряем стандарты продаж, установление контакта. Работу с возражениями стандартизируем. Выход из контакта, берем наработки контакты. Дальше следующие этапы. Уже более сложные выяснения потребностей, критериев выбора, информация о компании и так далее. Вот поэтапно такой последовательности. Что еще? Не заигрывать с персоналом. Он все равно вас обыграет. Но их больше. Все продавцы очень гибкие с точки зрения коммуникации. То есть в связи с этим они быстрее вас обхитрят. Проверено. То есть руководитель так простодушно к ним подходит со всей человеческой любовью, говорит, я тебя штрафовать не буду, ты вот это изучи, прочитай, начни делать, все будет хорошо. Ничего так не получится. То есть да, время на обучение, да, но вот есть контрольная точка, после которой начинаем снимать. Опять же рассказывали много компаний. Они сначала не верили, что будут штрафовать. Когда стали брать первый штраф, они сказали, да вы что? Это же неправильно. Все еще не верили. Обижались. Говорят, мы же вам три месяца об этом, там некоторые полгода предупреждали. Вот это очень долго, не надо. Надо уже через месяц. Все равно не верили. Но потом процесс пошел. Ну, вот примерно так. И нужно провести основные изменения за три месяца. Важные изменения за три месяца, доделать за полгода и на этом дать всем передышку. И потом начать заново. Ну, надо смотреть ситуацию, то есть совершенно разные подходы. Ну, если розница, смотря сколько магазинов. Ну, вот опять же разные подходы существуют. Ну, 50 магазинов не проблема стандартизировать все. Есть же вещи, которые, ну, очевидны. То есть одно дело, когда вот мы разрабатываем совсем другую технологию продаж для компании. То есть, ну, как, она немножко иная. То есть по-другому. Там надо ввести взаимодействие с покупателем. То есть она вообще, в принципе, не такая, как сейчас. Подошел, проконсультировал, задал вопрос и предложил дизайн проекта. Другая. Вот тогда можно пилотный проект. А если мы просто устраняем слабые места, установление контактора, там, работать с возражениями и так далее, то здесь можно сразу по всей сети. Ну, просчитать свои риски. То есть, зачем локализовывать? То есть локализовывать надо тогда, когда мы экспериментируем. А если это очевидные вещи, надо сразу проще делать. Ну, подготовиться. Должна быть рабочая группа среди коллектива выделена из руководства состоящего. Должно быть понимание того, что мы будем стандартизировать. Все должны быть к этому готовы. Все должны взять на себя ответственность за то, что придется больше работать в этот период. К сожалению, это так, потому что это дополнительная нагрузка для всех, по-другому не произойдет. Как раз у руководителей тоже часто случается именно нехватка времени на это. То есть он понимает, что очень много оперативной деятельности, а тут надо еще контролировать, речевки там, что-то добучать и так далее. И это он откладывает, потому что… Почему он это откладывает? Потому что деятельность новая, непривычная, плюс еще сопротивление персонала. Поэтому откладывает. Вот это главный стоппер. Поэтому надо собираться раз в неделю у рабочей группы, морально поддерживать, дорабатывать планы и внедрять, внедрять, внедрять. Но заранее заготовить план, то есть ресурсы. Поставить подбор персонала, понять, как мы будем обучать, кто будет обучать и так далее. Кто какие функции будет выполнять. То есть заранее подготовить. То есть мы начинаем войну. План Барбаросса. Он, кстати, провалился. Да. Можно вопрос задать? Да. Вот у нас в плане войны еще стоит открыть новую салону. Вы можете рассказать вам вообще, где есть, как мы с вами работали, где есть, где есть, где есть, где есть, где есть, где есть. Допустите. Разбираю шага, чтобы и была ваша. Ну, мы смотрим, собственно говоря, инфраструктуру. Любые перекрестки, да, собственно говоря, выезды из города, где большинство транспорта идет, всегда поток выезжает. Въезды в город, ну, очевидно. Любые торгово-развлекательные центры, это понятно. Первая линия домов, это как правило. Но есть фишки, как всегда, да. Ну, допустим, проспект, туда и туда идет поток людей. Ну, то есть машин утром, ну, и обратно все едут вечером. Соответственно, и туда большой поток машины, и обратно большой поток. Где ставить магазин? Справа, слева. Почему вечером? Где вечером? Ну, потому что на работу, ну, понятно, да. Ну, то есть вот на такие очевидные вещи тоже надо смотреть. Соответственно, ну, если это просто до перекреста далеко, ну, наверное, а что здесь есть, ради чего он еще может остановиться? Если здесь ничего нету, кроме домов, скорее всего, не остановится. Значит, где-то здесь. Либо какие-то места скопления людей. Вот где они копятся? Стадионы, кинотеатры, пункты платежей, Сбербанки, например, другие банки, ну, и так далее. Бизнес-центры, все что угодно, куда может человек зайти вечером. Вот. Ну, вот примерно так. Но это если по отдельным магазинам или по торговым точкам? По отдельному вопросу был, касающийся… Ну, в торговых центрах? Ну, а в торговых центрах где места есть? В торговых центрах где не брать? Можно порассуждать. То есть ни в коем случае. Ну, во-первых, это надо смотреть, торговые центры, они же разные бывают. Вот у нас, например, торговый центр «Мебельный континент». Был построен первый корпус, потом второй корпус, потом третий корпус, потом четвертый корпус. Ну, потому что народ шел, 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 и все строили, строили и строили. Значит, в результате, какие корпуса самые проходные? Вот здесь стоянка. Въезд на нее отсюда. Вот это? Еще какое? Последний вообще. Любой этаж. Ну, это огромные там корпуса-то, они такие здоровые. Вот этот. Вот этот почему-то проходной. Из него сюда… Почему, непонятно. Не, понятно, что там продажи тоже есть. Но по факту получилось, что лучше этот и этот. Но здесь, правда, есть одна фишечка. Тут еще такой фонтанчик красивый. Там и так далее стоит. И тут, как правило, более такие дорогие компании выставлены. Ну, не знаю. Но вот этот как-то вот все так сюда, потом что-то походит, потом все равно сюда. А сюда уже лениво. Ну, соответственно, если мы берем каждый торговый центр, там четыре этажа. А чем выше этаж, тем хуже. Как Икея решила проблему этажности? Все сначала идут на второй этаж, а потом спускаются на первый. Понимаете? Поэтому по большому счету… Ну, сейчас торговые центры тоже стали хитрить. У них эскалатор с одной стороны наверх, а только с другой вниз. Они одновременно. Для чего? А чтобы мы там мучительно долго ходили. Ну, соответственно, чем выше этаж, тем хуже. Но если мы берем каждый отдельный корпус, ну, допустим, входим сюда, где плохая зона? Где самая лучшая зона будет? Ну, допустим, вот здесь. Ну, понятно, здесь разные проходы, да? А здесь торговые точки. Ну, мы берем, как будто вот он, проход идет. Да, где? Значит, первая треть помещения плохая, потому что мы по инерции всегда проходим. Там располагаются, как правило, всякие как раз те вещи, на которые вольно-невольно затормозишь, где заплатить, где перекусить и так далее. Соответственно, после одной трети. Ну, соответственно, по праву, по центру и так далее, если будет так обход. Если это единственный проход сюда, то здесь тоже будет неплохое место, все мимо пройдут. А если это два выхода, ну, соответственно, где переход в другой корпус идет, там хорошие места. То есть вот таким образом анализируйте. Но по торговому центру, опять по корпусам смотрим, одна треть, как правило, мертвая, потому что проходит по инерции. Можно решить задачу какие-нибудь поставить стоперы яркие, но тем не менее все-таки. А, как правило, при входе самые дорогие места для аренды. Так что вот. Ну, вот на это смотрим. Могут быть исключения, исключения зависят от конкретной планировки торгового центра. Но если мы берем общий средств, то, как правило, вот так вот. Последние два вопроса здесь еще будет. Я слово уже передаю, потому что обед у нас уже. Да. Ну, да, мне, честно говоря, тяжело сказать, потому что, ну, понятно, все компании по чуть-чуть все используют. Билборды в нужных местах размещены. Это, конечно, эффективная реклама, особенно если идет на потоке автомобилей в конкретном торговом, ну, в конкретном районе, это влияет. И если это рекламируется отдельно стоящий магазин, то это срабатывает. Это вот такой первый момент. Второй момент. В торговых центрах всегда срабатывает практически, если грамотно построить работу, да, условность, но срабатывает. Это промоутеры. Это надо использовать. Я не знаю, почему не используется. Обязательно надо ставить, выводить, чтобы они ходили там и много чего делали. Потом, что еще? Ну, вот социальные сети, но, видите, здесь такой момент, это, скорее всего, больше подходит все-таки для небольших производств. Мебели на заказ. Пойдет ли человек оттуда в салон? Ну, может быть, куда-то пойдет. Не знаю, но надо экспериментировать. Тяжело оценить. А дальше я вот то, что показал о рекламе, скорее всего, будет срабатывать реклама, но статистики просто нет. Но она должна срабатывать там, где концентрируются потоки людей. Строительные магазины, соответственно, и транспортные компании, строительные бригады. Вот все эти места. То есть что значит срабатывать? Там реклама может быть меньше по количеству, но лучше конверсия будет. И соотношение цены и всего остального. Я не уверен, насколько хорошо срабатывает реклама по телевидению. То есть я вот... Здесь надо смотреть, есть специфика городов. Иногда есть небольшие города, в которых, в принципе, радио и местное телевидение, это такой серьезный канал, причем местное радио. Его слушают все, и там, если говоришь интересную акцию, приедут посмотреть небольшой город. Есть специфика. Вот там срабатывают. В «Миллионнике» ничего не сравнивают. Ну вот это мне странно. И чего? Ну и что? Ну никак. Ну как? Вот вы-то сами слушаете радио, там музыка идет, потом реклама, и что? Нет, там срабатывает реклама, но не сработает ни мебель, а сработает каких-то простейших товаров, услуг, туризма, развлекательные какие-то вещи. Ну с трудом я представляю себе, чтобы там это шкаф предложили по хорошей цене. Маленькие, маленькие, маленькие. Маленькие города, и в маленьком городе прокрутить рекламу, которая привлечет в большой город, да, в большом городе уже не сработает. Так, что там? Последний вопрос. По подбору персонала какие-нибудь уловочки такие, вот как распознать? Убредители. На первой встрече, может быть, какие-то вопросы такие, камеры? На этот ответ мне очень простой. На этот вопрос очень простой ответ, потому что я вот как раз в январе снял два видеоурока на тему подбора персонала. Подписывайтесь. На уроки получите. А, есть, по-моему, кстати говоря, сейчас посмотрю. Да, дайте, дайте. Здесь есть статья на эту тему. Да, и все же, как получить персонал на подбор? Почитайте. Там надо проверять на конкретный навык. Но вот вчера Ольга Ягудина оставалась в группу людей, она им много объяснила о том, что первое собеседование, это прежде всего мы смотрим, почему я не хочу взять этого человека на работу, почему он не подходит. То есть если вы по-другому будете смотреть на кандидата, уже будет проще. То есть мы не смотрим, чем он нам подходит, а мы делаем инверсию, наоборот, почему он нам не подходит. То есть мы должны выявить отталкивающие факторы. То есть то, что не позволит человеку хорошо работать на торговой точке, потому что они, скорее всего, будут определять его эффективность работы. Отталкивающими факторами могут являться многие моменты. Необучаемость человека, неактивность, инертность, низкий уровень реакции. То есть он долго думает, прежде чем отвечает на ваши вопросы. Что, кстати говоря, может говорить о том, что он, в принципе, врет часто. Мы проверяем его на, знаете, такое качество благодушия. Этим людям будет сложно работать, продавать без скидок. То есть такой момент. Ну и, правда, вот здесь сложный момент. У советского человека это просто в крови. Мы все еще советские. У нас 70 лет все-таки было. Это так быстро не выведешь. Это страх попросить деньги. Вот помните, вчера закрытие сделки было. Много посвящено. Страх попросить деньги. Вот с одной стороны, с этим отталкивающим фактором, когда слишком сильный страх, точно не надо брать. Но с другой стороны, тренингами это решается. То есть слом происходит, если человек активный. Но если все факторы сошлись, то лучше не тратить время. Много сил потратить и впустую. Так что вот. Ну и там в статье приводится кейс, как можно подобрать продавца. Ну что, я подвожу итоги, и мы идем на обед. И перед тем, как мы пойдем на обед, еще Наталья Владимировна скажет несколько слов организационных, кто куда и как поедет. Мы сегодня с вами говорили о том, как же продавать больше мебели. И мы говорили не о техниках продаж, а об организации процесса продаж. То есть выбор места продажи, ассортимент, как понять, что хочет покупатель, на основании даже опросов. Мерчендайзинг, основные принципы. Но я вот всем рекомендую вообще, у вашей компании особенно, у вас много вопросов по мерчендайзингу. Я думаю, вы посетите нас в феврале на этой нашей выездной неделе по мерчендайзингу, там два дня уникальных вещей будет рассказано. То есть это очень важный момент. Вот с помощью мерчендайзинга и проработки оформления магазина по принципам коммерческим, а не просто дизайнерским, многие продажи вытягиваются. Обслуживание. Мы посмотрели, как строить стандарты продаж для того, чтобы покупателю проще принимать решения. Точки контроля, инструменты контроля, система оплаты труда. Ну и немножко поговорили про внедрение. Это вопрос сложный, но многие компании его уже прошли и прошли, да, мучительно, но с успехом для себя. Все новое всегда пугает, но когда идем, уже каждый шаг потом становится все легче и легче. Главное разогнаться. Ваша компания разгоняется. В Москве, помните, я вам говорил, мы проводили одно из мероприятий для вашей компании, там собирались продавцы. В Екатеринбурге более масштабное мероприятие, только двухдневное. Москва позавидовала, как только мы сюда приехали, сказала, мы 5 марта тоже хотим, но тоже они жмутся один день. Нет такого уральского размаха у них. То есть ваша компания развивается очень активно, она очень интересная, 20 фабрик, это, конечно, потрясающе. Что больше всего меня изумило, когда я первый раз узнал о вашей компании, а это было в апреле 2013, тоже мы проводили здесь семинар в Екатеринбурге, то, что я вообще ничего не знал. Ну, то есть крупное предприятие, а я вообще о нем не слухаю. То есть это говорит о том, что мебельный рынок очень разрозненный, мало о нем знают, мало информации, но это хорошо тем для вас и для вашей компании, что вы можете очень активно продвигаться на этом рынке и захватить незанятые места. Тем более они сейчас освобождаются. Компания «Ангстрем» мебельная, она воспользовалась кризисом 2009 года и увеличила свою сеть в два раза, достигнув 240 торговых точек. В то время, как все плакались, она захватывала хорошие места. И у нее колоссально выросли обороты. Я желаю успеха вашей компании, каждому из вас лично отдельно профессионального роста, как в продажах, так и в управлении, и больших мебельных продаж. Спасибо. 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 Спасибо.